Приветствую вас. Вам нужно, по крайней мере, желательно дописать свой вопрос, потому что вы его не дополнили, вы его не закончили, и, собственно, даже вопросы как такового вы не задаете. Хотя, проблема по сути своей уже ясна. То есть, что вас ведущили, ранее с ними 10 лет, и, собственно, обе, обе, как бы, борются за вашу... внимание, за вашу оценку, за ваше, так сказать, за ваше одобрение, да, и так далее. И вам нужно показать, что разницы между дочками у вас нет. То есть, самое главное, это не разрываться между ними, как вы делаете это сейчас, а, на самом деле, показать, что вы относитесь к ним одинаково, к обеим. Но та, кто старше, несет ответственность за какие-то вещи в своей жизни, за те моменты, которые у нее сейчас есть. А младшая еще этого не понимает. Если вы активно будете вовлекать своих дочерей в общую деятельность, то, пожалуй, проблем, я думаю, будет гораздо меньше. Если вы не будете их разграничивать, если вы не будете, как бы, ну, к дочерям относиться своим по-настоящему. А младшую, эту старшую дочь вам нужно еще вовлекать в процесс, я бы сказал, взаимодействие с младшей, да, то есть показать, что, в общем-то, а младшей нужна забота, и эта забота далеко не... не что-то такое, знаете ли, легкая там и так далее, что-то ответственность и так далее, а у... Дальше есть тоже свои моменты. То есть вам нужно показывать, именно старшие должные, что у каждой из них есть свои плюсы и минусы, и не нужно ограничивать их. Вполне возможно, что вы каким-то своим поведением самостоятельно волей-неволей создали у них ощущение соперничества между ними, и теперь это соперничество у вас имеется, и дело здесь не в возрасте, а в том, что старшая считает, что младшая находится в более выгодной позиции, чем она, а младшая не слушает ее, потому что старшая задает, не хочет опускаться до ее уровня. И вам нужно объяснить, старшая в первую очередь, что младшая еще не понимает какие-то вещи в жизни, не отдает себе отсчет в этом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если вы это делаете, если вы покажете на старшей, как выглядит ваша дочь, и что она может, на что она сейчас способна, и донесете до старшей, что от нее и от вас требуется забота о младшенькой, то я думаю, старшая перестанет тренировать вас с младшей, она впрочем поймет, какая это ответственность и какая это забота, и, собственно, какое значение это имеет. То есть вы заботитесь о младшей. Важно также показать старшей дочери то, что вы делаете, является необходимым. То есть это не ваше блажь, это не ваше предпочтение, это именно необходимость. Если у вас получится это нанести, то, я думаю, проблема будет постепенно с техоспирацией. И активно старайтесь, чтобы старшая дочь именно заботилась о младшей, то есть чтобы она видела, что младшая нуждается в ней. Ну и не старалась отграничиваться от нее, да, то есть как бы не давила на нее своим возрастом. А наоборот, почему младшая не в случае старшая, потому что она не понимает ее, даже не хочет понять младшего. И нужно сделать так, чтобы она поняла. А пойдет она только в том случае, если вы покажете ей все то, о чем я вам рассказал. Пожалуй, на этом можно пока закончить мой ответ. Вам нужно дополнить свой вопрос. Может быть, задать свой собственный вопрос. Тогда мы могли бы более превентивно и более конкретно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, я прочитать эту личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.